Максим Чубаров сегодня начальник отдела призыва военного комиссариата по городу Полевскому. Но совсем недавно он стоял на защите страны от внешней угрозы. Максим Владимирович кадровый военный, воспитывался в семье офицеров. После срочной службы в армии остался на контрактную. Не понаслышке знает, что такое военное дело. А главное, на своем примере может рассказать новобранцу о его достоинствах и несомненных плюсах. Это определенная стабильность. В плане обеспечения жилья в дальнейшем получают от армии, а не собственное жилье. Во время призывной кампании, которая в эти дни проходит в Полевском, Максим Чубаров стремится пообщаться с каждым из призывников. Ответить на все вопросы будущих новобранцев. Самые распространенные касаются условий прохождения службы в вооруженных силах, армейского режима дня и качества питания. Если раньше давали кашу, капуста какую-то, то сейчас в войсках с 2011 года ввели у них шведский стол. То есть приходит юноша в столовую и как в ресторане набирает все, что ему необходимо. Главное, к чему должен быть готов новобранец, это, конечно же, физические нагрузки. Строевой подготовке уделяется в современной армии особое внимание. Именно поэтому призывник 2017 года должен обладать богатырским здоровьем. А с этим у полевчан проблемы. На первое место у нас вышли в прошлом призыве – это заболевание пищеварительной системы. Причем нисколько недостаток веса, а больше уже сейчас как ожирение идет. И очень у многих язвенные болезни пошли. Сейчас уже даже на приписке очень у многих идет язвенная болезнь. На второе место у нас вышли система кровообращения. Из года в год увеличивается количество ребят с повышенным артериальным давлением. Тоже, как бы, такой настораживающий момент. На третье место вышли органы, психические заболевания. При этом желание служить в вооруженных силах страны у юноши Полевского настолько велико, что порой они скрывают свои недуги. И тут должны быть внимательны и активны родители. Мамам и папам рекомендуется вместе с сыновьями приходить на призывной пункт и проговаривать все нюансы, связанные с самочувствием детей. Родители приходят уже после того, как принято решение комиссии о призыве либо отправке на обследование призывника. Лучше, конечно, это делать заранее, потому что ребята зачастую к своим болезням даже относятся несерьезно. То есть думая, что это может быть, ну, каким-то образом через некоторое время пройдет и носит временный характер. То есть надо все-таки серьезно подходить к этому вопросу. Если есть проблемы, особенно со здоровьем, лучше решить до того момента, пока принято решение о призыве. Есть категория призывников, которые буквально рвутся в ряды новобранцев, заявляя, что хотят служить кто-то в ВДВ, кто-то в морском флоте. Но удовлетворить пожелания каждого, к сожалению, военный комиссариат города не может. Призыв осуществляется согласно госзаказа и приказа министерства. В ВДВ мы не можем всех направить. Конечно, мы стараемся направить именно самых лучших, те, которые по состоянию здоровья, во-первых, могут проходить службу, по результатам профессионально-психологического отбора, ну и, конечно, кто какие-то получил навыки и умения в военно-патриотических клубах и объединениях. Конечно, мы стараемся направить их именно в воздушно-десантные войска. А остальные мы идем на встречу, но только исходя из наших возможностей. Чаще всего призывники из Полевского отправляются в сухопутные войска. Служат наши земляки в Центральном военном округе – Западном и Восточном. Вот уже два призыва ни один из полевчан не был отправлен в Южный военный округ. Кроме этого, подчеркивает военный комиссар города, ни один из солдат-срочников не будет допущен в регионы, где ведутся военные действия. Это прерогатива контрактников и кадровых военных. Есть же случаи, когда новобранец проходит срочную службу и в своем регионе. Граждане могут проходить службу вблизи места жительства, имеющие детей, женатые имеющие детей или родители инвалидов пенсионного возраста. Конечно, для таких призывников, если они предоставляют необходимые документы, они направляются именно вблизи места жительства. Редко заявляют о себе полевчане, желающие пройти альтернативную службу. На сегодня в городе нет ни одного такого примера. Зато есть уклонисты. Их порядка 25-30 человек. После окончания осеннего призыва на граждан, на двух полевчан мы направили два дела для проверки возбуждения уголовных дел. Это те, кто неоднократно уклонялись от явки на призывную комиссию. Вынесли 12 административных штрафов на тех, кто единоразово уклоняется. Первая отправка полевских призывников намечена на середину мая. Родители просят не беспокоиться. Вера Горбунова, председатель общественной организации «Мы с тобой солдат», советует мамам новобранцев сегодня уже позаботиться о вещах, с которыми сыновья отправятся в армию. Сейчас ведь нет портянок-то. А носки, а носки-то они одноразовые, тонкие. Носки-то быстро рвутся, чтобы побольше родителей с собой давали носку. Каждому призывнику, с областного сборного пункта, каждому призывнику выдается вот этот набор. Он порядка 30 предметов. 30 предметов составляет, вот, он обеспечивает уход косметически, лично, гигиену, полностью. Все необходимые потребности, какие он позволяет обеспечить призывнику для ухода за собой. Призывная комиссия в Полевском уже начала свою работу. И медики, и другие ее члены работают в ежедневном режиме по адресу Коммунистическая, 16. У молодых людей и у родителей есть прекрасная возможность задать все интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы из первых уст на тему «Весенний призыв 2017 года». Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.